Мы рады вас Приветствовать, товарищи, ребята Конечно, если дома вы, они ушли куда-то И просим вас немедленно оставить все дела Радионяня сегодня к вам пришла Радионяня, радионяня, есть такая передача Радионяня, радионяня, у нее одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Радионяня, радионяня, есть такая передача Радионяня, радионяня, у нее одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем трунелятам было веселей Чтоб всем ребятам, всем трунелятам было веселей Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, мои милые друзья! Сегодня такой прекрасный осенний день Многие из вас пойдут на прогулку в кино, в театр И мы пойдем Куда? На прогулку? Нет, в театр А почему же вы тогда оделись в театр, как на прогулку? А что, разве плохо? У меня, например, совсем новый лыжный костюм А у меня свитер красивый, тепленький Нет, 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 друзья мои, в театр так не одеваются В театр надо идти, как на праздник Надеть самое красивое, самое лучшее Чтобы у вас и у всех, кто на вас будет смотреть Было радостное, приподнятое настроение Николай Владимирович, но вы же радиоволшебник Да, но я же не могу изменить ваши костюмы И не надо, вы перенесите нас в театр, когда свет в зале погаснет И нас никто не заметит А, ну что ж, это можно, это можно, можно Только уговор, пожалуйста, ведите себя в театре прилично Чтобы мне не пришлось за вас краснеть Хорошо, не волнуйтесь, мы вас не подведем И потом, если вы даже и покраснеете, в темноте все равно не видно Ну, прекрасно, приготовились Представим себе, что мы в театре В какой театр вы хотите попасть? Давайте в большой, туда без радиоволшебника не попадешь Пожалуйста, в большой, так в большой Погасите свет в студии Так, хорошо Кри-б-ле Кра-б-ле Бум-с Мы в большом театре Спектакль уже начался, слышите? Звучит знакомая музыка Садитесь сюда, только тихо, пожалуйста Хорошо А Саша где? Саша Саша Да я здесь, здесь Здесь Разрешите, разрешите пройти, пожалуйста Осторожно Ну вот, видите, говорили, что умеете себя вести Во-первых, в театре не шумят А во-вторых, если уж вы проходите к своему месту То идти надо лицом к сидящим, а не спиной Ведь сцена у нас там, значит, они сидят лицом туда Хорошо, хорошо, я сейчас вернусь, еще раз пройду Не надо, теперь уж сидите Я это знаю Это Евгений Онегин Вот этот, который поет Еще немножко попоет А потом его убьют За что? Он лишний Как? Лишний человек Мы в школе проходили Да не он лишний Это Онегин лишний А по-моему, вы оба здесь лишние Неужели вы не понимаете, что вы мешаете людям слушать? Все, все, все Извините, теперь молчу Да Что? Что вы делаете? Конфету ем Какую конфету? Ну-ка, от Нины Дайте ее сюда немедленно Я вам лучше другую дам А то это я уже надкусил Очень жаль Жаль, что вы едите конфеты во время действия Для этого существует антракт А скоро антракт? А то лимонаду очень хочется Конфету запить во рту очень сладко Сидите Еще не скоро Как вам не стыдно Один ест конфету, другой зевает Вы же обижаете артистов Показывайте, что вам не нравится спектакль Что вы, очень нравится, очень Браво, браво, Ленский Еще немедленно прекратите Аплодировать надо в конце действия Когда будет антракт? А, уже антракт Скорее в буфет, пока очереди нету Все, 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 хватит Нет больше сил Стоп, стоп, стоп Снимите пленку Включите, пожалуйста, свет в студию Фух Вы абсолютно не умеете вести себя в театре Нет, Николай Владимирович Это мы раньше не умели А теперь вы нам все объяснили И как проходить на свое место И как слушать И когда аплодировать Ну, хорошо Будем считать Что вы кое-чему научились А всех ребят, которые нас слушают Радионяня просит запомнить Что в театре надо вести себя так Чтобы всем было удобно и приятно смотреть на сцену А артистам было приятно играть для вас спектакль Медаль за улыбку Медаль за улыбку мы взрослым вручаем С которыми мы никогда не скучаем За то, что они уважают ребят И самое главное их веселят Вот так аплодируют ребята Когда на эстраду выходит народная артистка республики Рина Зеленая Ребята любят эту артистку И поэтому в своих письмах Называют ее кандидатом на медаль за улыбку Вот что они пишут Мы всей семьей считаем, что медаль за улыбку Должна получить артистка Рина Зеленая Был такой случай Сидели мы дома, был дождливый вечер И по телевизору объявили Выступает Рина Зеленая Мы сразу повеселели Стали смотреть передачу и получили большое удовольствие Передай ей радионяне от нас спасибо Семья Вильдановых, город Березовск Папа, мама и дочка Я хочу наградить медалью за улыбку Рину Зеленую Мне очень нравится мультфильм Кто сказал мяу Там такой потешный щенок И вообще мне нравятся мультики С участием этой артистки Зверюшки у нее всегда смешные Умные и находчивые Нина Спиридонова, город Омск Наградите медалью артистку Рину Зеленую Когда она выступает, я смеюсь до ужаса Леня Кулагин, город Уфа С большим удовольствием взрослые дети Слушают артистку Рину Зеленую Пригласите ее, пожалуйста, к микрофону Постоянная слушательница передачи Очень хорошо И для больших, и для маленьких Мы приглашаем к микрофону радионяни Народную артистку республики Рину Васильевну Зеленую Мои дорогие, милые мои друзья Мне очень было приятно, когда я узнала о том Что вы вспомнили обо мне Я сама-то всегда очень рада, когда встречаюсь с вами В школах, в библиотеках Когда я вам рассказываю про маленьких ваших братьев и сестричек И вы смеетесь, и вы смеетесь, и вы хохочете Это очень всегда как-то радостно Слышать, как вы удивительно непосредственно воспринимаете это все Ну и сегодня, конечно, мне бы хотелось тоже, чтобы вы улыбнулись Я долго думала, что бы такое вам рассказать У меня среди тех моих маленьких героев, о которых я рассказываю Там есть такой очень мне симпатичный человечек Такой Андрюша Ему четыре, немножко там с половиной годика Как он сказал однажды, что мне бы еще больше лет было Только у меня день рождения очень редко бывает И вот этот Андрюша, он милый, добрый, такой, видно, славный будет человек И у него соседка, с которой он очень дружит Такая Марья Васильевна Он к ней заходит иногда, и она всегда этому рада Вот он, значит, стучит в дверь Она говорит, заходи, Андрюшенко Заходи, ты мне совершенно не помешаешь Посиди со мной немножечко Нет, я не могу посидеть, Марья Васильевна Я пришел насчет уроков Ну, Андрюшенко, какие же уроков? Ты же еще не учишься Ну, я, да, конечно, я не учусь, но, Марья Васильевна Я же ведь Мишу проверяю Ну, как же ты можешь проверять, Андрюш, он же в третьем классе Ну, что же, ну, он все-таки же велит Чтоб я сидела тихо, как учитель сидит А он мне тогда чего-нибудь отвечает вслух Ему так же все-таки легче Марья Васильевна, я сегодня сидел-сидел А я когда ему чего-нибудь спрошу, он мне говорит Ты молчи, это не твоего ума дело Да, какая же все-таки это трудно, наверное, тебе приходится, Андрюшенко Ну, что же ты, он сегодня что тебе отвечал? Не знаю, Марья Васильевна Как разбор предложений какие-то Подержи родительной, обвинительной Марья Васильевна, а я вот чего хотела спросить Вот там у них бывают буквы согласные Ну, вот я чего спросить хотела Они вот со всеми согласные или же только с учителем? Ну, Андрюша, ну это же, Андрюшенко, это же трудно тебе объяснить Ты пока просто откажись от этой работы Нет, Марья Васильевна, я не могу отказаться Ну, Марья Васильевна, я же вот вчера его не спрашивал И он тройку получил за какой-то климат Батюшки мои, да за какой же климат? Не знаю, Марья Васильевна, там у них где-то климат очень плохой И за него всегда тройки ставят Ох, и тер твой братец, я вижу Марья Васильевна, ну как же вы видите? Видно, сокола по полету, добро молодца по поступкам Да, Миша очень добрый Знаете, он мне скоро перечинный ножик подарит Он сам сказал, Марья Васильевна, как ли только ножик сломается, я тебе его, может быть, подарю Я сейчас пойду, Марья Васильевна, а то Миша скоро придет Он только на минуточку пошел во двор в футбол поиграть До свидания, Марья Васильевна Большое спасибо, Ирина Васильевна Радионяня всегда рада видеть и слышать вас Ребята, вы, конечно, знаете Дениску? Дениску из рассказов Виктора Драгунского Когда я читаю эти рассказы, мне кажется, что я был таким, как Дениска А мне кажется, что я был таким, как Дениска Ой, а помните, Николай Владимирович, как Дениска попал под купол цирка и кружился там с целым пакетом помидоров А как он собрал в комнате соседки всех чужих собак? Дениска вообще любил петь громкие песни, есть мороженое и запивать его газированной водой Любил играть в красных кавалеристов И всегда побеждать Да, друзья мои, в книжках писателя Виктора Драгунского много интересных и веселых рассказов о Дениске Виктор Юзефович был большим другом нашей редакции И у нас в фондах хранятся многие рассказы, прочитанные автором Сейчас вы услышите один из них Слава Ивана Козловского У меня в табеле одни пятерки Только по чистописанию четверка Из-за клякс я прямо не знаю, что делать У меня всегда с пера соскакивают кляксы Я уж макаю в чернила только самый кончик пера А кляксы все равно соскакивают Просто чудеса какие-то А так-то у меня одни пятерки Только по пене вот тройка Это вот как получилось У нас был урок пения Сначала мы пели все хором В опале березонька стояла Выходило очень красиво Но Борис Сергеевич все время морщился И кричал Тяните гласные, друзья, тяните гласные Тогда мы стали тянуть гласные Но Борис Сергеевич хлопнул в ладоши И сказал Настоящий кошачий концерт Давайте-ка займемся с каждым отдельно И Борис Сергеевич вызвал Мишу Миша подошел к роялю И что-то такое прошептал Борису Сергеевичу Тогда Борис Сергеевич начал играть А Миша тихонечко запел Как на тоненький ледок Выпал беленький снежок Ну и смешно же пищал Мишка Так пищит наш котенок Мурзик Когда я его засовываю в чайник Разве ж так поют Почти ничего не слышно Я просто не мог выдержать И рассмеялся Тогда Борис Сергеевич поставил Мишке пятерку И поглядел на меня Он сказал Ну-ка, хохотун, выходи-ка Я быстро побежал к роялю Ну-с, что вы будете исполнять? Вежливо спросил Борис Сергеевич Я сказал Песня гражданской войны Ведишь, буденный нас, смелее в бой Борис Сергеевич тряхнул головой И заиграл Но я его сразу остановил Играйте, пожалуйста, погромче, сказал я Борис Сергей сказал Тебя не будет слышно Но я сказал Будет, будет Еще как Борис Сергеевич заиграл А я набрал побольше воздуха Да как грянул во всю мочь Свою любимую Высоко в небе ясном Вьется алой стягу Мне очень нравится эта песня Так и вижу Синие, синие небо Жарко Кони стучат копытами У них красивые лиловые глаза А в небе Вьется алой стяг Тут я даже зажмурился от восторга И закричал, что было сил Мы мчимся на конях туда Где виден враг И в битве упадительной Я хорошо орал Наверное, было слышно на другой улице Лавиной устремительной Мы мчимся вперед Ура! Красные всегда побеждают Отступайте враги Даешь! Я нажал себе кулаками на живот Вышли еще громче И я чуть не лопнул Мы врезалися в Крым Тут я остановился Потому что я был весь потный И у меня дрожали колени А Борис Сергеевич хоть и играл Но весь как-то склонился к роялю И у него тоже тряслись плечи Я сказал Ну, как? Чудовищно! Похвалил Борис Сергеевич Хорошая песня, правда? Спросил я Хорошая, сказал Борис Сергеевич И закрыл платком глаза Только жаль, вы очень тихо играли Борис Сергеевич, сказал я Может, был бы еще погромче Ладно, я учту, сказал Борис Сергеевич А ты не заметил, что я играл одно А ты пел немножко по-другому? Нет, сказал я Я этого не заметил Да это и не важно Просто надо было погромче играть Ну, что ж, сказал Борис Сергеевич Раз ты ничего не заметил Поставим тебе пока тройку За прилежание Как тройку? Я даже опешил Как же это может быть? Тройка это очень мало Мишка так тихо пел И то получил пятерку Я сказал Борис Сергеевич Когда я немножко отдохну Я еще громче смогу Вы не думайте Это я сегодня плохо завтракал А то я так могу спеть Что тут у вас у всех уши позаложат Я знаю еще одну песню Когда я ее дома пою Все соседи прибегают Спрашивают, что случилось Это какая же песня Сказал Борис Сергеевич Жалостливая, сказал я И запел Я вас любил Любовь еще быть может Но Борис Сергеевич Поспешно сказал Ну, хорошо, хорошо Ну, все мы это обсудим Следующий раз И тут раздался звонок И мама встретила меня В раздевалке А когда мы собирались уходить К нам подошел Борис Сергеевич Ну, сказал он улыбаясь Возможно, ваш мальчик Будет Лобачевским Может быть, даже Менделеевым Он может стать Суриковым Или Кольцовым Я не удивлюсь Но в одном Могу заверить вас Абсолютно твердо Славы Ивана Козловского Он не добьется Нет Никогда Мама ужасно покраснела У нее глаза Стали зелеными Как крыжовник И она сказала Ну, это мы еще увидим А когда мы шли домой Я все думал Неужели Козловский Поет громче меня Смешные случаи на уроках Итак, что же прислали нам ребята? Вот Андрей Иванов Из города Тольятти пишет Когда ты, радионяня Читаешь веселые истории То улыбка сама собой появляется И не сходит до конца передачи Посылаем тебе наш случай Учитель спросил Почему день летом длиннее А зимой короче? Ну, летом жарче И день расширяется А зимой холоднее И от холода День сужается Все по закону А у нас вот что произошло Пишет Инга Доморовская Из Москвы На уроке анатомии Учительница попросила Рассказать о вреде никотина Один ученик вышел к доске И начал свой рассказ так Если лошадь выкурит Одну сигарету Дальше уже никто его не слушал Все смеялись Вот так Вот еще одно письмо Его прислал Сережа Зайцев Из Ленинграда Ученица На уроке истории Рассказывает Петр Первый Прорубил окно Где спрашивает учитель В своем доме Отвечает ученица А у нас один ученик Опоздал на урок труда Учитель ему говорит Ты где так долго был? Я за трудом бегал Кто это прислал? Это Люба Егименко Из Краснокаменска Что ты знаешь О географической карте? Спросил учитель Ну, она бывает крупномасштабная Среднемасштабная И малокалиберная И еще несколько коротких вопросов И ответов Чем отличаются Человекообразные обезьяны От других животных? Тем, что они ходят На задних ногах Куда впадает река Волга? В водопровод Где находится северная звезда? На небе Что делают растения ночью? Растения ночью спят Как обыкновенные люди Чем отличается ворона От сороки? У вороны шерсть черная А у сороки белая Дорогие ребята Мы ждем от вас Новых смешных случаев На уроках Начинаем веселый урок Так, друзья мои Попрошу вас, пожалуйста Подойти поближе к микрофону Николай Владимирович Нам обеим подойти? Да-да, конечно Конечно, конечно Обе подойдите Почему обе? Мы что, девочки, что ли? Нет, конечно, вы не девочки Но вы же сами сказали Обеим подойти Значит, выходит Вы женского рода? Почему вдруг женского? Ну, потому что в мужском роде Надо говорить обоим Вот что получается Когда люди не знают Простого правила грамматики Числительное оба Мужского и среднего рода В косвенных падежах Перед окончанием Имеет букву О О Теперь вам ясно? Ясно Обоим ясно? Обоим Тогда попрошу вас Обоих Ответить мне еще на один вопрос Вот как вы скажете Что на этой и на этой стене Наклеены обои Очень просто На обоих стенах Наклеены обои Вот и неверно Конечно, неверно Надо сказать На обеих стенах Наклеены обеи Интересно Какие такие обеи? Какие? С цветочками А где же это вы видели Такие обеи? В обейном магазине? Ой, я оговорился Не обеи, а обои Конечно, обои Обои стены Оклеены обоями Вот Друзья мои Стены Женского рода И про них надо говорить Обе Об этом тоже есть Специальное правило Числительное Женского рода В косвенных падежах Имеет перед окончанием Букву Е Поэтому мы говорим Обе Обеим Обеих На обеих стенах Наклеены Обои А, теперь все ясно Если мужской род То оба Обоих Обоим И так далее Везде О А если женский Везде Е Обе Обеих Обеим Прекрасно Прекрасно, друзья мои Вы делаете Несомненно Успехи Теперь остается выяснить Как быть Когда одно Существительное Мужского рода А другое Женского Ну, например Дедушка И бабушка Вот как сказать Если им Нравится варенье Ну, дедушки И бабушки Обоим То есть, нет Дедушки И бабушки Обеим Ну, ладно Ладно Я вам помогу По правилу Если одно Существительное Мужского рода А другое Женского То про них Говорят Оба И склоняют Как в мужском роде Что ж выходит Дедушка Главнее бабушки В данном случае Да Николай Владимирович Николай Владимирович А бабушка Не обидится Я думаю Что нет Ведь нельзя Обижаться На грамматические Правила Их надо Просто-напросто Запоминать А чтобы это Легче было сделать Давайте Как всегда Споем Песенку У верблюда Два горба Два горба И оба Возвышаются Над ним Словно Два сугроба И обоим Тем горбам Рады все верблюды Если пищу Не найдут То берут Оттуда Если ты Склоняешь Слово Оба То запомнить Правила Легко Перед окончанием Обрати внимание Нужно ставить Только Букву О Нужно ставить Только Букву О О-о-о-о-о-о У мартышки Две щеки Словно Два кармана За обеими Лежат Сладкие Бананы Там орехи Карандаш И клочок Бумаги У мартышки За щекой Как В универмаге Если ты Склоняешь Слово Обе Мы напомним Правила Тебе Перед окончанием Обрати внимание Нужно ставить Только Букву Е Нужно ставить Только Букву Е Е-е-е-е-е Есть Мартышка И верблюд В нашем Зоопарке Им обоим Все несут Вкусные Подарки Про обоих Веселей Распевайте Песню Чтоб Грамматику Учить Было Интересней Если Ты Склоняешь Слово Оба То запомнить Правила Легко Перед Окончанием Обрати Внимание Нужно Ставить Только Букву О Нужно Ставить Только Букву О Вот и все Радионяня Прощается с вами До следующей встречи А следующей встречи Как всегда В первое воскресенье Месяца В то же время И на том же Месте Хотим Чтобы Всегда Вам с нами Было Интересно А как Добиться Этого Пока что Неизвестно Быть может Вы подскажете Как верные Друзья Ведь Это Только В школе Подсказывать Нельзя Радионяня Радионяня Есть Такая Передача Радионяня Радионяня У нее Одна Задача Чтоб Все Девчонки И Все Мальчишки Подружились С ней Чтоб Всем Ребятам Всем Труля Там Было Веселей Чтоб Всем Ребятам Всем Труля Там Было Веселей Радионяня Радионяня Есть Такая Передача Радионяня Радионяня У нее Одна Задача Чтоб Все Девчонки И Все Мальчишки Подружились С ней Чтоб Всем Ребятам Всем трулялятам было веселей Чтоб всем ребятам Всем трулялятам было веселей